В Южном Казахстане столяр наладил производство посуды из дерева. Превратить хобби в прибыльное дело помогло государству. По дорожной карте бизнеса мужчина выиграл грантовое финансирование. Ему безвозмездно выделили 3 миллиона тенге как стартовый капитал. На них мастер купил оборудование. Подробности у Катерины Попковой. Я из сырого дерева делаю. Это дерево карагаш называется. Бревна в мастерской Нуржана Корсебаева быстро принимают интересную форму. Вот из них сделали кисе, а это ложки и черпаки. Все в национальном стиле. Иногда работа почти ювелирная, признается мастер. Деревянная посуда здесь все больше становится похожа на настоящее произведение искусства. Делаю необычные вещи. Каждый предмет у меня друг к другу не похож. Ложки на друг друга не похожи. Вот кисечки. Хотим другую размер сделать. Еще орнамент. Первые подделки из дерева Нуржан делал вместе с дедушкой. Еще в детстве хобби так затянуло, что пошел учиться уже художественной обработке. Увлечение переросло в прибыльное дело, когда мастера поддержало государство. Проект посчитали инновационным для региона и дали безвозмездно 3 миллиона тенге. Инновационный проект это та продукция или услуга не должна опускаться или оказываться в Южно-Казахстанской области. Индивидуальный предприниматель МРА, в том числе предприниматель Нуржан, обратился в палату предпринимателей, хотел бы поучаствовать в грантах финансирования. Но если честно, человек сомневался, что это можно выиграть реальность, что можно выиграть этот грант. На смену ручному труду пришли станки. Нуржан что-то купил на грантовые деньги, но есть и собственная сборка. Расход не дает вот этот станок. Не знаю, этот станок есть в Казахстане, нет. Я из интернета начертил, на ремесленку это сделал. Теперь в своем городе Нуржан самый авторитетный столяр. Опыт передает ученикам. Автомеханик Нурсултан, например, решил сменить сферу деятельности. В мастерской теперь каждый день ему уже доверяют сложную работу. Я сначала не думал, что смогу из дерева делать такие вещи, но получилось. Сначала по шаблону работал, а теперь руку набил. Думаю, это мое. Сейчас в мастерской уже не успевают с заказами. Рекорд 800 кисе за 15 дней. Хотя обычно на это уходят месяцы. Нуржан Кырсибаев, Рад, дело пошло. Теперь хочет приобрести технику, которая поможет сделать производство безотходным. Готовят здесь места и для новых сотрудников. Катерина Попкова, Ербулат Абишев, Нурмахамбик Муратов. Южно-Казахстанская область. 24КЗ.